Иисус в Писании сказал вот что не думайте что у вас так много ран потому что вы о них повторяете много снова и снова и снова И не будьте такими как фарисеи также которые стоят на каждом перекрестке и возносят свои молитвы зачитают Писание и делают все демонстративно Он сказал не делайте таким образом это очень ясно сказано Христом а я вижу это часто что верующие так делают говорят об этом снова и снова я прошу вас умоляю не делайте так дам вам иллюстрацию я верю что когда Бог говорит могут двигаться горы мы можем говорить говорить без конца и без остановки но когда Бог приходит высвобождает свое слово все меняется я верю что лучше дождаться когда Бог проговорит к нам чем мы проведем все время вознося наши прошения и молитвы Ему Господь лучше проговори ты ко мне чтоб я имел слово которое я могу дальше делиться и говорить приблизительно три года назад меня пригласили поделиться словом на конференции которую мой епископ проводил и я знал что на этой конференции будет присутствовать много докторов они знают way more than me you mean theological doctors or doctrinal doctors это не доктора по профессии а теологические доктора богословы великие то есть люди гораздо важнее и крупнее так сказать меня then I find out I am the last main speaker и потом я понял что на этой конференции я буду последним главным спикером so I am in my room for months before praying, fasting, God и за месяц до конференции я начал молиться и поститься в своей тайной комнате потому что я понимал что я буду стоять перед всеми этими теологами богословами и важными людьми and in the middle of my study because I was doing this word that he gave me was on healing and and he gave me the scripture Galatians 3.5 и он дал мне вот это местописание чтоб я его исследовал Galatians 3.5 when father breathes miracles happen and he asked a question how does this happen? does it happen because you do the law, you keep everything you do everything right и он задал вопрос исследуй как это происходит потому что ты совершаешь следуешь абсолютно каждой букве закона или это происходит потому что у тебя просто есть такая слепая вера как у Авраама была и естественно ответ был правильным что у тебя вера должна быть как у Авраама и вот я готовился записи наметки все было готово и я был готов первым и вот я молился и постился много-много дней я проснулся однажды посмотрел и я даже не мог увидеть что я написал как будто так что Бог ослепил листы бумаги и я не мог видеть то что я сам написал и вот конференция все эти теологи сидят и ждут от меня а я смотрю на пустые листы бумаги и говорю Господь что ты со мной делаешь и я подумал даже мысль допустил ну все пришел мой конец Господь вот сейчас здесь меня и казнит на месте я закрыл свою тетрадку и я вышел со сцены и я сказал выглядит все так как будто наступает время Духа Святого действовать и естественно я знал это местописание уже наизусть и я помню это было несколько вещей которых я помнил из моих записей вы видите эту стену вы видите только эту стену может видеть эту стену с другой стороны что внутри нее каждый кусочек каждую составляющую Иисус может сквозь стены проходить и я сказал так и я сказал так и Дух Святой здесь и Он здесь для того чтобы дышать сегодня над людьми вдохнуть в людей и я думал и я думал в этот момент я думал Господь если ты сейчас себя не проявишь мы в большой большой проблеме и я и смеялся одновременно внутри себя и плакал рыдал внутри себя и думал что наверное это будет последняя моя проповедь в жизни и я вижу что мой епископ обращается к какому-то из важных пастерей и спрашивает ты хочешь чтобы я остановил вот это все он мне потом это позже признался в этом и я сказал такую фразу что слушайте те кто сейчас здесь в этой комнате и нуждаются в настоящем чуде выходите вперед и вышел десятилетний мальчик у которого не было уха или слуха я видел слепых которые прозревали я сталкивался с воскресеньем из мертвых я видел много чудес но чтобы глухие уши начинали слышать я такого редко сталкивался и на фоне этих сотен людей я стою с этим маленьким мальчиком я вообще-то не могу придумать слушанье для ушей и уши сами по себе я в любом случае не могу это сделать потому что это не я а Бог делает и он будет дуть и дышать в твое ухо и может быть будет чудо это все что я сказал и я сказал проверь свой слух он потряс головой двигался вышла его мама и его папа вышли вперед и мальчик мог слышать и люди начали выходить вперед на его призыв хотите ли вы чудес и очень много людей получили исцеление и Божий Дух дышал на них двигался и было много чудес была девочка с поломанной ногой она с костылями пришла она их бросила и Бог исцелил ее ногу и она пошла и в конце зала сидел баптист и он сказал я дома жену оставил и мы молимся три месяца она ходить не может и он сидел в конце зала и он сказал Господь если вот это все что происходит реальность то ты сейчас дома исцелишь мою жену и в эту же секунду зазвонил его телефон а он посмотрел и жена прислала сообщение я бегаю по дому Бог исцелил меня и он вышел вперед плачет передо мной я говорю что что случилось что за проблема и он рассказывает это свидетельство Бог исцелял людей даже там далеко далеко на пути за горами не забывайте что это вообще не вы это вообще не вопрос вас нас это он он умер чтобы мы могли быть исцелены и когда вы проводите время с ним он приходит он посещает и это очень просто он высвобождает себя самого с небес и нам необходимо это время пробуждения это время пятидесятницы чтобы люди уверовали и я видел я видел когда эти богословы доктора теологические подходили и давали свои визитки ко мне и говорили пожалуйста свяжись со мной приедь ко мне я никогда с таким не сталкивался они настолько умнее меня и знают намного больше чем я но вопрос не в том сколько ты знаешь а вопрос кого ты знаешь и я знаю что он вознаграждает тех которые следуют за ним и я знаю что он любит использовать глупое да или несмышленое мира всего для того чтобы посрамить все умное я верю искренне что именно это сейчас и происходит в америке эта нация думает ну все у нас все есть мы все имеем и тут бог им ставит президентом человека который вообще ничего не смыслит в президентстве он миллионер и телевизионные шоу готов вести он как бы такой публичная личность но он ничего не знает он ничего не знает о президентстве и поэтому многие люди просто сходят с ума от того что елки мы в проблеме потому что он ничего не понимает как руководить страной и тут совершенно чудесным образом он стал таки президентом бог сказал я возьму несмышленая мира сего чтоб посрамить мудро и люди как бы люди помещают других так сказать на главные позиции не потому что люди это выбрали потому что бог допускает эти вещи это очень интересный момент сейчас в стране что бог делает он в контроле всего настолько насколько мы молимся он в контроле настолько насколько мы высвобождаем его в эту реальность ну позвольте мне сейчас еще что-то сказать перед тем как мы продолжим вот что одну вещь которую я четко знаю от бога я могу вам сказать он ожидает вас в этой комнате тайны это не должна быть какая-то дорого обставленная важная красивая комната когда я начал практиковать свое личное время с богом когда я жил в наркопритоне единственное место где я мог это делать это был туалет и это было мое место тайное с богом это там где я с ним он встречался и ожидал его и бог приходил аминь и он ждет вас чтобы встретиться с вами аминь и так дальше идем по нашему учению я хочу не просто дать вам какие-то вещи чем-то поделиться я хочу чтобы вы ухватились за это чтобы это вошло в ваш дух чтобы вы начали размышлять и чтобы вы были изменены информацию где угодно можете добыть информацию у вас есть гугл и вы можете найти там любую информацию но здесь то что происходит это идет от человека к человеку от сердца к сердцу аминь аминь аллелуя бог сделал задумал это таким образом чтобы мы были вместе и человек нуждается вот в этом взаимоотношениях в этом общении аллелуя аллелуя иисус он наш вечный адам он всегда перед богом если он ничего не хочет иметь общего с людьми которые в это не верят и которые пытаются противоставлять какие-то идеи если кто-то говорит что-то другое иисусе мне не о чем больше с ним говорить он наш последний второй и последний адам и он единственный путь к богу нет другого пути к отцу аминь числа 16 verse 48 chapter 16 chapter 16 verse 48 he took his stand between the dead and the living so that the plague was stopped числа 16 глава 48 стих стал он между мертвыми и живыми и поражение или казнь прекратилось. Числа 16-48. И здесь кое-что, несколько вещей говорится нам. Все в Ветхом Завете это отголосок или прототип того, что будет в Новом Завете. Всегда повторяется в Писаниях такое слово. Помните, как это было. Помните, как это было. Я не верю, что праздники приводят вас ближе к Богу. Но что это делает, и что это делает, но это делает, не потому что я держу праздники, или как я держу праздники, скажем по-другому, не образ, не способ, как вы соблюдаете праздники, приближает вас к Богу. Я хочу, чтобы вы помните, remember this, remember what the Israelites went through, remember what happened to them. Но состояние, я хочу помнить, я хочу не забывать, через что прошел этот народ, вот это приводит вас ближе к Богу. Remember when they were in bondage, I set them free, I gave them a deliverer. Я хочу помнить, что да, они были в рабстве, и Бог послал освобождение, и искупил их, освободил. Remember I was with them in the desert, remember I was with them when the sea opened, you know. Бог хочет, чтобы мы помнили, что Он был с ними в пустыне, что Он делал эти чудеса, что Он везде сопровождал их. И Он говорит, не пренебрегайте тем, что вам было дано. И это все воспоминание или напоминание нам Его великой любви и того, что Он совершил для нас. Аллилуйя. Так что наш последний, второй Адам, последний Адам, он поместил самого себя на землю. В ипостаси человека. Давайте взглянем на Иисуса на минутку. Here He is. He's teaching His disciples. They're walking. They're having a group, you know, teaching. He's very tired. Учит их, устает. Everybody's hungry. And they say, well, we will go get food. И Ему говорят, ну, вот сейчас мы пошлем кого-то, купят еды. Jesus chooses to stay at the well. He sits at the well. Иисус выбирает остаться, присесть. And a woman comes to the well. У колодца. Помните, в Самарии, и женщина выходит к колодцу. Really, the Jews had nothing to do with this type of people. И евреи не хотели ничего общего иметь с самаритянами. But he chose to get in her business. Okay? I mean, she's like, what if I had to do with you? Why are you talking to me? Она была, помните, даже как она отреагировала, почему ты говоришь со мной? То есть, как бы, никто не ожидал, что с этими людьми будет еврей говорить. And let's remember a couple important things. One, Jesus only, only did what He saw the Father doing. Помните, что Иисус делал только то, что видел Отца своего творящим. И Он говорил только то, что слышал Отца говорящим. Это то, что Он говорил. Он говорит, слова, которые я говорю, они не мои, они от Отца пришли, я увидел, я их говорю. И этот диалог, который у него был с этой самаритянской женщиной, это не его был диалог, это был Божий диалог. Бог использовал Иисуса достигнуть эту женщину. And Jesus said to her, if you knew who I was, you would ask me for water, and I will give you water, and you would never thirst again. Иисус сказал, если бы ты знала, кто я, ты бы попросила воды, и я бы дал, и ты бы не жаждала больше вовек. И она говорит, ты что, больше, чем наши отцы? И вообще, кто ты, что ты говоришь со мной? И Он начал говорить ей о ее жизни. Он вмешался, Он проник в ее жизнь. И Он потряс этим ее жизнь. И она была удивлена, насколько Он глубоко проник в ее жизнь. that she, when she runs off and she goes to her town, she convinces the entire town that she met this man that told me everything about myself. и она, убежав от него, засвидетельствовала всему городу о том, что она встретила того, кто мог проговорить о всех тайнах ее жизни. Писание сказало, весь город вышел. Because one woman was encountered by God. She had an encounter with God. У нее был encounter, встреча, это близкая, глубокая сбора. So you never know, if you have an encounter with someone, what's going to happen? Вы никогда не предугадаете, если у вас какая-то близкая встреча с кем-то произойдет, чем это закончится, во что это выльется. You could shake a whole town. Вы можете потрясти весь город. God has plans. So you never know who you're talking to. You never know what he's going to do. It's so important. Even when they're children. You never know what the children, they're going to grow up, who they're going to be, what they're going to do. There was a lady in California and God told her, see that young man? I want you to pray pray with him for one year and sow into his life. Help him. And that man ended up being Cho from Korea. And now he has a church of one million people. у этого Йонгичо миллион человек в церкви. Когда она столкнулась с ним, он был никем. Никто не знал его. Но Бог сказал, сей в него. Она вообще не знала, кто это. Вы должны ценить или понимать, что ценность имеет каждый человек, с которым вы сталкиваетесь на пути. в глазах Бога. И вы должны спрашивать Бога, что ты имеешь для него, какой твой план. Вот таких взаимоотношений Бог хочет с нами. Интимные взаимоотношения, где он с нами мог бы делиться секретами, мудростью, знаниями, передавать это нам. Аллилуйя. Аллилуйя. So, Jesus said this, he said, all authority has been given unto me, heaven and earth. Помните, Иисус сказал, всякая власть на небе и на земле была дана мне. So, power was never an issue with the Lord. Поэтому вопрос силы никогда не был вопросом для Бога. И я хочу прояснить это для вас. Как я говорил уже раньше, когда дьявол пришел к нему и скушать, вот испытывать, он не смог его взять because he had no sin. He was all powerful. And, you know, when they said to him, are you Jesus? He said, I am. And everybody in the garden fell on the ground. Can you imagine if he just kept saying this? Yes, I am. Every time they got up, every time they stood up, I am. Bam. They're going down again because he's the I am. He could just keep saying it and they're going to be on the ground. That is mine. And he let them take him because he had to fulfill the will of God. So he gave himself. The devil couldn't take him. He couldn't take him. He gave himself. He gave himself. Very important. God so loved the world that he gave his son. His son gave his life. Very, very powerful. Because this was a thing with power, with the enemy, you know? He thinks he has power. So, this is what we need to do. this is what we need to do. this is what we need to do. Because the enemy will continue to be able to do. he still has power. Born again people are released from that power of the enemy. You're released from the power of the enemy when you're born again. Rожденные свыше люди, рожденные свыше верующие, они освобождены от этой силы врага, от любой силы врага. Вы от нее искуплены и избавлены. So, Jesus is the intercessor. He's the one that went between and and He's the one that went between and So, we know the principles of intercession. We know the principles of intercession. we're going to talk about the prayers of intercession. And we know that Jesus' intercession had nothing to do with prayer. We know that Jesus' intercession had nothing to do with prayer. But what we have to do is with prayer. something I want you to maybe write down or Jesus really needs us. Не знаю, может, запишите себе это крупными буквами. Иисус нуждается в нас. We need Him to get to God. We need Jesus. no man can come to God but to Jesus. So we need Him. Поэтому мы нуждаемся в Нем, чтобы прийти к Господу. But He needs us to get to man. We need Him to get to God. He needs us to get to man. He represents us in heaven. Он представляет нас на небесах перед Отцом. We represent Him here on the earth. Мы представляем здесь Его на земле перед людьми. So here's how one man said it. One man said it. Prayer is partnership. Молитва это партнерство with the redeemed child of God with you that have been paid for by Jesus. С искупленным Детем Божьим working hand in hand with God toward reaching man and redeeming them here on the earth. здесь на земле. Hallelujah. So back to Romans chapter 8. Возвращаясь к римлянам восьмой главе. He predestinated us. He fore knew us. He knew us. Помните, Он предизбрал нас, предопределил нас, Он знал нас. And He predestinated us to be conformed to the image of His Son. And He predestinated us to be conformed to the image of His Son. That He might be the firstborn among many brethren. чтобы Он был первенцем среди братьев всех. И чтобы мы могли быть как Христос, как Иисус. И мир нуждается, чтобы увидеть Иисуса в нас. Евреям 2.7 2.7 2.10 2.10 2.10 2.10 Евреям 2.10 10 стих говорит нам, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов, славу, вождя спасения, их совершил через страдания. На четыре вещи мы здесь обратим внимание. Мы рассмотрим картину всей жизни Христа. Как Он проявил или показал Отца, Бога. Как Он взял власть и силу. Аминь. Он хочет высвободить свои дела, свою работу. Через нас. Аллилуйя. Когда мы будем здесь представлять Его на земле. Я надеюсь, завтра вечером мы сможем повысвобождать здесь силу Божью. Аминь. Мы попрактикуемся, чтобы вы увидели и почувствовали. Но я хочу, чтобы вы поняли. Это великолепно. Он чудесный Бог, и Он любит вас. И Он хочет высвободить свою силу через вас. Он не поместил свою силу внутри вас, чтобы вы жили с ходячим динамитом внутри. Динамит он взрывает вещи вокруг. И происходят взрывы. И это изменяет многое. Разрушение твердынь. Вещей, которые удерживают людей в рабстве. Помазание разрушает бремя. Знаете, как валы носят ярмо. И вот Божье помазание разрушает это ярмо. So, in the pattern of how we represent, of how Jesus represented the Father, картину, сейчас рассмотрим, как Иисус в своей жизни представлял Отца Бога на земле здесь. It's how it's effective, how he was bold. как это было смело, как это было эффективно. И это также будет истиной и для наших жизней, когда мы представляем Его здесь на земле. И когда мы осознаем и понимаем власть Его. Итак, картина представления, которые Иисус имел. то же самое, что и мы будем использовать в своей жизни, представляя Его. Иисус не будет сказать, «Ну, я делал это так, но ты делаешь это так. Он не сделал так, что вот я творю вот так, а вы будете делать по-другому». Он говорит, «Вот я творю, для того, чтобы вы знали, как это делать». Мы не будем выдумывать или сотворять что-то новое. Оно уже закончено, оно совершено. Давайте посмотрим на картину Его жизни. Иоанна 5 глава, 30-й стих говорит нам, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». всегда помните это, всегда имейте это перед глазами. Я не могу сам по себе это делать. Без Иисуса я не могу делать ничего. Иоанна 14, 10 говорит, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Надо иметь власть для того, чтобы являть кого-то в своей жизни. Мы можем вернуться к Моисею и мы можем посмотреть Моисею и, you know, Бог говорит Моисею и говорит, «Вы должны идти к Фароу». И он сказал, «Я не могу даже говорить. Как я говорить?» Можем вернуться к судьбе Моисея. Помните, Бог проговорил Моисею, ты должен пойти, спасти мой народ. Моисей говорит, «Как я буду это делать, если я косноязычный и заикаюсь, как я вообще говорить буду». И Бог говорит, «Мне все равно косноязычный ты или нет, я иду с тобой, я буду говорить, я буду это делать». И если вы думаете о себе, что если вы не оратор и вы не можете говорить, то в этом нет проблем, он будет это делать. Вот тут Моисей косноязычный, он стоял перед фараоном царем того времени и говорил, «Он послал меня». «Я послан им». Аллелуя. И это дало ему власть представлять того, кто его послал. Если вы посмотрите на эту историю, он не позволял отпустить народ. Моисей не пришел с такой подачи, «Я здесь во имя Иисуса». И ничего не происходит. он опять ушел, вернулся снова, и снова ему сказал, «Не упрямься, потому что казни придут». Вы знаете всю эту историю. Сколько раз Моисей приходил и уходил? Не наше дело приходить и угрожать людям, «О, если ты не послушаешься, на тебя казни придут, о, если ты не послушаешься, ты будешь страдать, это не наша работа». Вы должны говорить, «Я здесь, потому что он меня послал». доверься, Бог позаботится обо всем остальном. «Я видел столько безумных вещей». «Он видел спасение молодого парня, но при этом он заболел». меня послали в один город спроектировать большой торговый центр. И я должен был нанять человека. Я полон Духа Святого. И все, что я делаю, я делаю со Христом и во Христе. сидит парень, которого я провожу интервью, чтобы нанять его на работу. и буквально перед этим интервью я перекусил что-то, которое продавалось в трейлере, и оно отравило меня, вот что-то бурлить у меня все начало. И я сижу у меня интервью с парнем, а у меня яд внутри и мне бурлит мне плохо. И я говорю этому парню, слушай, я верующий, я христианин. И вот только что я что-то съел, и я чувствую, что я заболеваю. И я смеялся и продолжал славить Бога. И я говорю этому парню, прости меня на минуточку, я извиняюсь, и вырвал в ведерко. И я развернулся, вытерся, и говорю, ну самое хорошее, что это не может убить меня, этот я. И я повернулся снова и снова, и вырвал. и я в процессе этого, я думаю, этот парень подумает, что я совершен. Я тут смотрю на него, парень ревет. И я говорю, что происходит с тобой? И он говорит, если ты настолько верующий и веришь, что тебя это не отравит, и что Бог твой целитель, я хочу такого Бога. и он спасся в эту же секунду. Пока я рвал, он получал спасение. Бог он удивительный. Вы никогда не знаете и не можете быть готовыми к тому, что он будет делать. И вот за это действие никакой славы вы не заработаете. Потому что только ему уйдет все слава. Аминь. Перерыв. смыслы. Субтитры